Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как готовится Самара к проводам русской зимы в условиях борьбы с коронавирусом? Какие условия для активного отдыха и прогулок на свежем воздухе создадут в столице Поволжьи во время масленичной недели? Кто и как может принять участие в конкурсе «Самарская маслена»? В нашей студии Евгения Мищенко, заместитель руководителя департамента культуры и молодежной политики администрации городского округа Самара, начальник отдела художественного образования и социокультурного проектирования, и Тамара Ведерникова, доцент кафедры теории и истории культуры Самарского государственного института культуры. Евгения Борисовна, Тамара Ивановна, добрый вечер. Я искренне рад вас видеть. Здравствуйте. Ну, если честно, я немного устал от этой зимы, и сейчас вот хорошо понимаю наших предков, хочется зиму уже проводить. Вот, Тамара Ивановна, вы эксперт по народной культуре, вы эксперт-этнограф, один из лучших в Поволжье, насколько я знаю. Вот вопрос к вам. Ну, во-первых, большое спасибо, что пришли, потому что вы можете рассказать, вот, что называется, из первых уст. Традиции проводов зимы вообще и масленицы в частности, что это такое на Руси, ну и в Самарской губернии, где мы проживаем? Ну, я должна сказать, что в современном празднике очень много слоев культуры отражено сегодня. И не всегда мы уже понимаем, кто такая масленица и какой она должна быть на самом деле. Здесь мы ведем речь о том, что архаичная культура наших далеких предков, вот тех самых восточных славян, которые не знали еще христианства, это мифологический образ, образ предков, с которыми хотя бы раз в году славяне устраивали вот эту встречу. Встречу на каких-то переломных этапах годового круга обрядов и праздников. И культ предков, он наиболее архаичный, он дошел до нашего времени, и мы сегодня поминаем предков, идем в церковь, идем на кладбище, устраиваем какие-то обряды поминовения, тем более по умершему человеку, там 9-й, 40-й день, полгода, год, это обязательные как бы христианские уже такие нормы. А славянину, собственно, и славяне-то, они происходят от слова человек. Славянин – это человек, но создавший вот именно такую религию языцы человек. Человек, язычник, человек, который в архаичной культуре вот все упорядочил, да, дождь, вода, снег, земля, горы, все это имело олицетворение, то есть человек ассоциировал это с каким-то живым существом, обладающим душой. И вот анимизм, как одно из самых ранних направлений в мифологии, хоть славянской, хоть не славянской, любого народа, да. Мы говорим про душу, про магию. У Тейлора периодизация развития религиозного мышления, она звучит так. Магия, на смену магии пришла религия, на смену религии пришла наука. И вот мы сейчас пытаемся это объяснить как бы с таким трехслойным наполнением, да. Там, где магия, люди представляли, что человек обладает душой, значит, душой обладает дождь, дождик-дождик пущий, а тебе там гуще хлеба, каравай весь день поливай. До сих пор говорим. Да, в детском таком заговоре, да, ты мне, я тебе. И отсюда и обряд, обряд испрошения, обряд благодарения. К предкам обращаются за помощью, но для этого надо их сначала пригласить, угостить, угостить, очень по-добротному угостить, а потом уже, прощай, прощай, масленица, уж ты масленица кривошейка, погуляла ты у нас хорошенько, теперь давай-ка во свояси. А где эти свояси, свояси там наверху? Кто такая масленица, давайте вот, кто такая масленица? И вот в этом мифологическом сознании славян существовали три мира. По центру явь, мы живем в живом мире, здесь он обоняемый, осязаемый. Предки умирают, человек умирает, куда? Плоть его, земля, нави и мир, это зеркальное изображение явь, не явь, навь. А душа его переселяется в верхнее пространство. Правь, правда, справедливо, праведник. И религия эта наша называется право, славье. Мы славим правь, мир неба, мир наших предков, мир птиц, мир богов уже в религии. И поэтому-то она приходит раз в году, зовут ее, зазывают масленица. Как собирательный образ предков. Она антропоморфное изображение всех наших предков. Поэтому, естественно, она должна быть без лица, безликая. Она старуха вековуха, она старая, на нее и навешивали-то, ну, какие-то из соломы делали. Солому так, чтобы горело хорошо, да, объемное. Но мало того, когда с ней прощались, проносили по улице, каждый житель, ну, житель дома, которому поднесли масленицу, блины, самовар. Ребят, ешьте, ешьте мои пироги, блины, только моих помяните. И я громко, да, если бы я была язычницей, я громко называю своих предков. Она тут стоит, она собирает все помины. Я вынесу старые вещи, чтобы сгорели вместе с зимой и с масленицей. Ну, я уже неоднократно говорю студентам своим, что крестьяне не выносили тряпки. Это было дорогим удовольствием. Выносили отопки. Отопки – это отслужившие лапти. Их привешивали вот на пояс этой масленицы. И она такая толстая, объемная. Несли ее по всей улице. Это мир живых людей. Да, за улицу, около улицы, околица. Там запад, там мир мертвых. И там-то вот кто-то на горе, вот у нас есть Красноярский-Сергиевский район, гора Шихан. На Шихан гору поднимались, чтобы как можно туда, выше ее уже там отправить, оттуда, с горы. Там озеро священное, и дождя просили туда же, ходили на Шихан гору. И масленицу там же сжигали. Поэтому-то прощай, прощай, масленица. Все помины собрала от всех людей, да, и туда с дымом, с огнем. Она передаст эти помины там живым душам, живущим там, обитающим там душам. То есть она такой посредник некий. Конечно, конечно. И это именно дань предкам. Это обряд, дань предкам. Что мы имеем уже в традиционной культуре? На смену мифологии приходит фольклор. И сейчас она непонятная абсолютно, фольклорный какой-то образ масленицы. Кто-то ее и девушкой молодой изображает, и красавишна она на самом деле. И вот это веселье, оно оставило себе функционал, главный функционал проводов зимы и встречи весны. Славяне это делали в районе дня весеннего равноденствия. То есть не в феврале. В конце марта. Понимаете, и февраль-то тоже, и у нас-то тоже не всегда февраль бывает. Масленица сегодня по христианскому календарю, по православному календарю, она соотносится с Пасхой. Семь недель поста до Пасхи, значит, восьмая неделя перед Пасхой – это масляная неделя. Каждый день масленица расписана. Понедельник – встреча. Бабушка печет блины, открывает окно, ставит на подоконник первый блин и говорит, вот вам, предки, первый блин комом. Комом. Комо-едится назывался этот объект. То есть на самом деле это не то, что плохой блин, а это первый блин в подарок. Не комом, предком. Потому что мы-то думали, что это комок. Да, да, нет, это первый блин, вот предком комы, медведи просыпаются, комо-едится, их надо накормить предков. Так, то есть первый день. Второй день, сырный день, это уже мясопустная неделя началась, мясо исключается, сыр, дворник для желудка. И одновременно заигрыши. В этот день строят городок снежный, ледяные горы устраивают. Это заигрыши, это предпраздник. Среда, середка, лакомка, ну, уже неприлично не печь блинов. А вот самый-то, как бы, апогей праздника приходится на четверг. Разгуляй четверток, четверток разгуляй. На тройках катаются, молодожены выходят, последний раз гуляют с молодежью, катаются с горы. Ну, своеобразно катаются с горы. В этот день взятие снежного городка. Одна тема звучит, оппозиция старого новому. То есть в городке сидят... Старики, ну, зрелые мужчины, взрослые люди. А здесь подростки, мальчишки, которые свою удаль должны показать и обязательно взять этот городок. То есть молодежь... Должна победить людей в возрасте. В кулачке точно так же играют. В кулачке это как раз знаменитая стенка на стенку. Стенка на стенку, да, до первой крови, кстати, только дрались. То есть на самом деле это было нежестное год. Никакой злости не было. Это выброс энергии и задумка-то так, чтобы зима уходила. То есть не избивали друг друга до полусмерти. Масленицы, это просто вот показать гуды свои. Это даже и не только на Масленицу. Во всех рассказах, вот я 40 лет по экспедициям ездила, во всех случаях, особенно у татар, это вот камышлинцы, балыклинцы, выходили на трассу М-5, уфимский тракт так называемый, и до первой крови. То есть тоже стенка на стенку, да, скажем так, гуманно? Тут уже в равной пропорции балыкла и камышла, немножко разные татары. Мишария здесь, а тут казанские татары. Ну, тоже были традиции такие, да, тоже стенка на стенку. Тоже обязательно, да. Наверное, как бы, может быть, даже вот пустить кровь, что ли, вот может быть, тоже некая народная мафия. Выбросить энергию. Выбросить энергию. Энергию выбросить, конечно, сбросить к соскучке все. Ну и здесь мы уже идем к окончанию недели. Все уже улеглось. Уже христианская церковь приняла этот обряд как переход к посту. И поэтому-то в воскресенье, не в воскресенье провожали Масленицу, да, но могли и в воскресенье на самом деле. Но по-христиански это прощенное воскресенье. Вот здесь уже все обиды, всю злость отпусти и вступай в этот самый долгий, самый продолжительный, великий пост. Поэтому друг у друга прощения просили. Даже если не было никаких обид, все равно это уже стало законом нашим. Тещины вечерки, заловкины посиделки. То есть тут уже в гости по родне ходили одни к другим. К тещи на вечерке ехал молодой зять, если свадьба была на мясоед, допустим, как и молодожены в разгуляй четверток выходили на гору. Вот все это соединилось сейчас уже в такую, больше как бы, большая функция, это по большому счету проводы зимы, встречи весны. Но церковь приняла Масленицу именно как поминальную обрядность. Поминовение предков, да, блины каждый день. И, да, наесться досыто, а это значит почести отдать родным, родителям. А почему, блин, круглый? И вообще что он символизирует? Ну, я думаю, что это просто ритуальный хлеб. Вот смотрите, мы же даже на обычные поминки приходим, на обычные поминки, ну, не на Масленицу, да, а поминаем с чего начинаем? Начинаем. Кутья, пшеница вареная с изюмом и обильно смоченная медом. Посмотрите, перед Рождеством у нас сочельник, а это сочиво. Это тоже кутья. Это тоже кутья, с нее сочится мед, отсюда такое название, да, с ложки сочится мед, сочельник. Поминовение предков. Дальше блин и мед. Это вот с чего начинается как бы трапеза, поминальная трапеза, с этого обязательно. Поэтому хлеб в России больше, чем продукт. И на любой праздник здесь мы с вами обнаружим вот эту традицию. Ну, особый хлеб. Куличи, там, козульки на Рождество, печенье в форме головы животных. Козульки давали. На севере русском коровки были. На Вознесении лесенку друг другу дарили из теста лестница, что оторвись, поднимись немножко от земного, туда, на небеса, как бы, обрати внимание. Последний день. Итак, Масленица чем заканчивается? Либо проводы Масленицы, вот как это было в язычестве, да. И ходим в гости. И ходят в гости, и просят прощения друг у друга. Уже все последнее застолье. Но еще хочу сказать, что Масленица, она входит в разряд обрядов перехода в природе. То есть вот она открывает годовой цикл перехода от зимы к весне, от весны к зиме, от весны к лету, новый обряд, похорон весны, весну хоронили. Может, не хоронить, провожать. И опять, похоронили, похоронили. Похороны, похоронили. Что удивительно, вот очень хорошо, что вы так обратили внимание на этот термин. Дмитрий Константинович Зеленин в 1927 году писал о Троице до Заговине, вот это неделя после Троицы, с Духого дня и всю неделю православная Россия играла в покойника. И кто этот покойник? Опять кукла, опять изображающая, в этот раз она изображает весну. Она как бы замещающий такой объект, да, которого обязательно нужно похоронить. Либо в воде топили, либо там, если соломенная, то ее разбрасывали по полю, допустим, для урожая. Но обязательно кукла была. И вот тут есть предмет для разговора. Ну, это отдельного разговора. Тамаронна, прошу прощения, давайте сейчас... Закончу. Третий обряд. Да, лет как провожали. От лета к осени. Да, от лета к осени. Там заменила собой смерть Богородицы. Да, успение Пресвятой Богородицы. Поэтому здесь куклу не делали. Но зато хоронили мухо-тараканов. Похороны мухо-тараканов. Какие у нас были предки. Да, а уже... Ну, это было первого сентября. Это было первого сентября. Новолетие встречали таким образом, да. Новое лето. Лето закончилось. Новое лето наступает в смысле год. Новый год, да. И, наконец, Кузьминки. По осени поминки. Здесь опять Кузьма изображается чучелом, человеком. Ему воздаяние тоже девушки преподносят. Там курники, пиво варили, курники готовили. И его тоже так же сжигали. Кузьму так же точно сжигали. То есть все четыре времени года... Все четыре времени года. Чучка отмужили. ...чучка отмужили. Вообще жилья не надо отдать должное насыщенное. Интересно. Я сейчас предлагаю сделать небольшую паузу. Посмотрим сюжет и продолжим нашу беседу. Поговорим уже о том, что нас ждет. Хорошо. Весну самарцы встречают дружно и весело. На площади Куйбышева развернулся большой праздник. На площади открыты десятки разнообразных площадок. Приобрести памятный сувенир. Все желающие могут на ярмарке продажи. Свою продукцию представляют более сотни мастеров со всей области. Для любителей активного отдыха организовали соревнования по перетягиванию каната, бои на подушках, ходьбе на кодулях. В центре площади установили куклу Маслену. Весь день для гостей праздника на сцене выступали лучшие творческие коллективы города. Отличный праздник. Вообще классно. Я приехала из другого города, из Новосибирска, и попала на Масленицу. Чему очень рада. Очень классный концерт, веселый. Здорово. Всех поздравляю с Масленицей широкой. Желаю всем здоровья, радости, веселиться. Спасибо за организацию. Очень здоровский праздник. Спасибо. Три, два, один. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Блинный стол, народные забавы, спортивные игры, широкие масличные гуляния прошли в разных уголках города. В Ленинском районе состоялся молодежный праздник для студентов. Присоединиться к торжествам могли все желающие. Праздник, которому невозможно остаться равнодушным. Ведь по православной традиции уже совсем скоро. Сытные разгульные дни сменятся временем строгого воздержания. Масленица – это праздник, который делает людей добрее и ближе друг к другу. Здесь забываются неприятности и прощаются обиды. И пусть спадает в сердец ледяная броня, и весна хладит светлым приплоем. Я прощаю тебя, ты прощаешь меня, мы друг друга прощаем с тобой. Это стихотворение Станислава Золотова называется «Прощенное воскресенье». Это в честь дня, который логически завершает сырную неделю. В том, чтобы примириться со всеми и есть смысл всего торжества. Уважаемые гости, к сожалению, это то, как мы праздновали Масленицу в прошлом году, в этом году так не получится в связи с всеми известными событиями. Евгения Борисовна, вот как готовится Самара к проводам русской зимы в условиях борьбы с коронавирусом? Итак, что будет? Да, Ян, действительно, репортаж прошлого года, много людей, песни, танцы, хороводы, забавы. Конечно, в этом году будет все не так. Но вот это вот ощущение, ну, наверное, желания проводов зимы, холодов, многих каких-то усталостей, негативов, да, оно у нас есть. И очень хочется проводить, чтобы осталось все в прошлом. Весна была здоровой, дружной, яркой, радостной. Такая программа у нас пройдет на площади Куйбышева. Нельзя это назвать ни народными гуляниями, ни каким-то праздником. Это будет построен такой красочный, тематический и масленичный комплекс, как мы его называем. Работать он будет уже с 12 марта по 14 число, то есть с пятницы по воскресенье, с тем, чтобы можно было спокойно в любой из этих дней прийти, погулять. Ну, люди у нас очень любят, Ян, фотографироваться сейчас. Это важно. Создают специальные фотозоны, их много, в том числе с использованием картин русских художников, которые рисовали этот праздник в свое время. Останется очень симпатичный такой вот сказочный лес. Он преобразуется уже в такую русскую деревеньку. Появится здесь колодец, останется изба, у которой у нас вот когда-то располагался Дед Мороз. Это будет уже русская изба. Мы ее постараемся украсить. Что-то будет гончарное какое-то производство, ткачество. Но уже внутрь зайти, конечно, нельзя в силу ограничений. Но посмотреть, вот как это происходило, мы постараемся это показать. Конечно, появятся красивые арт-объекты новые, чайная такая вот тема, самовар большой, чашки, в которых, ну, из которых не пьешь, но в которые можно зайти. То есть они такие вот большие. Много объектов, арт-объектов в традиционных, в жанре традиционных промыслов России. То есть, ну, мы стараемся, чтобы это было красочно, интересно. Можно было погулять, посмотреть, получить визуальное, прежде всего, удовольствие. Ну, и, конечно, сопровождать это будет музыкальная программа, но не концертная программа, а подготовленная специально в записи. Наши лучшие самарские артисты уже над этим работают, пишут свои новые аранжировки, записывают песни. Ведущие скоморохи готовят частушки, скороговорки, чтобы это все было интересно. Ну, вот наша самая главная задача – создать хорошее настроение у людей, их порадовать. Но в то же время мы понимаем, чтобы не создавать никаких угроз, опасностей для здоровья и жизни людей. Поэтому вот такая вот у нас будет программа. А что такое самарская маслена и как вот принять участие в конкурсе? Вы знаете, в том году очень интересно прошел первый городской такой вот конкурс. Мы попробовали его провести, получили больше трехсот заявок, в итоге больше двухсот вот этих вот, ну, как, кукол, Тамара, вам не знаю, чучел, как их правильно даже не знаю назвать. Они действительно очень красивые, даже чучелами язык не поворачивается назвать. Готовили и детские сады, и авторские коллективы, и индивидуальные мастера. Это был такой вот разброс, там, от самых маленьких до двухметровых. То есть это было очень интересно. И мы решили, что в этом году, конечно, ну, такой интерес. Людям нравится это делать, это получается, это красиво. В крови это у нас оказывается. Конкурс у нас тоже объявляется. Заявки можно уже будет присылать, начиная с 20 февраля. То есть вот уже на этой неделе начинается прием заявок. Очень просим внимательно посмотреть на сайте администрации. В соцсетях есть много информации, большое количество ссылок, Ян. И вам мы тоже передадим, чтобы, может быть, вы разместили на сайте своего телеканала. Ждем заявки до 7 марта. После этого уже жюри определит лучшие работы Тамара Ивановна. Вот я задам вопрос. А какие критерии, оценки у нас будут с вами? Мы с вами прописали вместе с Леной Георгией, посмотрим. Так как у нас 4 номинации Тамара Ивановна, там разные есть. На самом деле ведь и в традициях было, домашнюю маслену делали. Детям, которые туда на площадь и на гору туда не полезут, детям малым делали домашнюю масленку. Ее сжигали прямо на огороде, около дома. Поэтому тут уже реально были куколки своего рода. Ну тут, понимаете, там 4 получается категории. Есть эко-кукла. Мы понимаем, что требования к ней, наверное, будут немножко другие. Посмотрим, какие материалы будут использоваться. Оценим фантазию наших авторов. Если мы говорим кукла традиционная, то тут у нас с вами, естественно, критерии, как правильно сделано. Аутентичность, ее подлинность на самом деле. Да, все традиции соблюдены, как это сделано. Есть такая номинация, как кукла «Современный взгляд». То есть как сейчас бы сделали, ну вот в наших условиях, из каких материалов, как оформят. Поэтому тут вот хочешь так, хочешь так, хочешь так. И, естественно, критерии раз. Короче, участницы в конкурсе. Ограничений нет. Ограничений нет, и я думаю, Тамарон, получим большое удовольствие, удовольствие, интерес. В том году мы не ожидали такого вот прям, ну, безумного. Да, я согласна, что традиционная культура, она же ведь это не нечто такое застывшее. Она все равно имеет свое развитие. Уважаемые гости, вынужден с сожалением сообщить, что время программы подошло к концу. Но я надеюсь, что мы с вами увидимся еще не один раз, потому что всем добились. На самом деле очень много, и темы очень интересные. И наша самарская история, она дает нам поводы пообщаться очень интересно. Поэтому спасибо за беседу. Спасибо, Иван. Спасибо вам, я в отношении. Напоминаю, в нашей студии были Евгения Мищенко, заместитель руководителя Департамента культуры и молодежной политики администрации городского округа Самара, и Тамара Ведерникова, доцент кафедры теории и истории культуры Самарского государственного института культуры. Уважаемые земляки, поздравляю, скоро весна, скоро масленица, скоро будет тепло. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!